Всем привет, с вами Прио. Если вы хотя бы немножко играете в игры Blizzard, то прекрасно знаете о происходящем событии осенью, а именно BlizzCon. BlizzCon 2019 года порадует нас своими новинками, это факт. Будет что-то интересное, будут новые анонсы, анонсы новых дополнений, обновлений, каких-то, быть может, новых игр, быть может, каких-то игр на других платформах. Вспомним BlizzCon 2018 года. И BlizzCon это мероприятие, на которое можно будет попасть лишь только по билетам. Либо виртуальный билет для тех, кто хочет из своего дома спокойно на трансляциях различных посмотреть абсолютно весь материал, предоставленный в рамках BlizzCon, либо физический билет для тех людей, которые приедут в место проведения BlizzCon и смогут все сами пощупать, услышать и увидеть. Билеты на конкретно этот BlizzCon 2019 года будут продаваться на платформе iXis. И что самое интересное, заметили, все это делается, конечно, с помощью смартфона. На смартфон устанавливается специальное приложение, которое имеет подозрительно большое количество требований для своей установки. А именно, ему нужно разрешить доступ для абсолютно всего. Контакты, местонахождение, камера фронтальная, обычная, какие-либо интернет-сети, платежные данные, номер телефона, адрес. То есть, то ПО, которое будет установлено в рамках покупки билета BlizzCon, будет отслеживать абсолютно все то, что творится на нашем смартфоне. Очень много в текущий момент возмущений насчет этого, очень много обвинений касательно всего этого происходит. И ведь сами поймите, что вся информация, которая хранится у нас на телефоне, а сейчас ее хранится очень много у абсолютно всех людей, она очень ценна. И вы только вдумайтесь, если она попадет в какое-то стороннее лицо. Сейчас происходит очень большое количество взломов, каких-либо баз данных, каких-либо просто-напросто самых обычных аккаунтов. Подумайте о том, если какие-либо переписки с кем-либо утекут в сеть. Быть может, вы делаете клевету на какого-то человека, и по итогу это обернется вам боком, и вообще все будет не в самом лучшем свете. Местоположение, адрес. Хотя тут можно прекрасно все понять. С целью отслеживания местоположения все прекрасно ясно. Это делается для того, чтобы посетители Близкона не посещали какие-либо стенды, которые им посещать не стоит. К примеру, в различных заведениях, в различных мероприятиях есть комнаты, которые только для персонала. И ведь обычному человеку там не стоит находиться. И если какой-то обычный человек появится, то с помощью этой программы можно будет все отследить в рамках проведения Близкона. И вывести его оттуда, или же вообще просто-напросто с данного мероприятия исключить. Но давайте немного пофилософствуем. Те аккаунты, которые мы холим, лелеем, на которые мы заходим, на которых мы создаем персонажей, играя в World of Warcraft. Те аккаунты, на которых мы играем в Харстоун, создавая карты, создавая особые колодки, либо различные. Апм-ранк, играем потасовки, играем аренки, насыщаемся киберспортом. Какие-либо другие игры. Ну, о них уже говорить не буду, я не особо игрок, прям такой знаток в них. Но все же, мы с философской точки зрения арендуем эти аккаунты у Близзард. Говорить, что они наши, это не особо правильно, если так вдуматься. Мы платим определенную сумму, играя в World of Warcraft. И создаем персонажа. Все аккаунты хранятся на серверах Близзард. Это не наши аккаунты. Мы создаем их для себя. Стоит об этом тоже задуматься. Сказать, что Близзард следит за нами? Да, это верная мысль, конечно. Конечно, у техподдержки в любой момент можно узнать, чем занимался какой-либо наш персонаж. К примеру, хранятся логи чата, хранятся различные действия, хранятся различные архивы получения предметов. Все это находится у Близзард. И мы всего лишь гости для наших аккаунтов. Стоит реально задуматься об этом. Мысль достаточно философская, и о ней можно дискутировать сколько угодно. Очень много плюсов со стороны этого, очень много минусов со стороны этого. Люди крайне обеспокоены тем, что их информация может перейти в третьи руки. И обвинений в этом очень много, конкретно к самой компании. Надеемся, что что-то будет интересное в ближайшее время в плане того, что конфликт разрешится. И, быть может, просто-напросто через какую-либо другую платформу будут покупаться билеты на Близзкон. Либо просто-напросто будут меньше отслеживать какой-либо информации при покупке с этой платформы билетов. Вот и все. Тут два пути решения этой ситуации. Я надеюсь, что кто-нибудь из вас посетит Близзкон. И все будет прекрасно и идеально. Плюс в чат, если едете туда и покупаете физический билет. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До скорого.